Сегодня у нас глава продолжается. В этой главе у нас умирает Ревека, это Ривка, ой, Сара, да, извините, Сара, умирает Сара. Это жена Авраама, и Авраам хоронит ее в пещере, в пещере, которую он покупает. И эта пещера называется Махпела в Хевроне. И дальше он выкупает эту землю у того народа, который там жил, у хитийца. И получается, что в то место, и теперь можно понять, что там есть реальная могила, и это как доказательство прямое, что эта земля принадлежит еврейскому народу. Дальше мы по главе идет, что Авраам, он уже в таком предсмертном состоянии, ну, в плохом состоянии, и он отсылает Елизара, чтобы тот нашел... Елизар, это был у него помощник в доме такой, он отправляет его, чтобы он нашел жену для своего сына Исхака. Ну, потому что по обетованию от Исхака должно пойти дальше благословение и семя. И Авраам посылает Елизара в свой дом, в дом отца, там, откуда он пришел, в... Там, где он жил, Авраам. И Елизар соглашается, и Авраам ему говорит, «Пойди и найди в земле отца моего невесту для моего сына». И Елизар, он отправляется в путь, и по пути он молится и говорит... Обращается к Богу и говорит, «Господь, Бог, господина моего Авраама, благослови меня». И он подходит к тому месту, к тому городу, где жил Авраам раньше. И он, это, ну, как бы, я сейчас сакцентирую внимание на том, как Елизар, он и Авраам, они выбирали себе, ну, не себе, а... То есть они выбирали жену, да, для своего сына он выбирал жену, спутницу с Божьей помощью. И сейчас я сакцентирую на это внимание, как это произошло, вот, и сделаю небольшие выводы. То есть получается, что Авраам сказал Елизару, что перед тобой пойдет ангел, и он тебе укажет на... он тебе сделает, как бы, всю работу, и он даст тебе жену. И это не было, как... там не написано, было это откровение от Бога у Авраама, чтобы, ну, так поступать. И Авраам просто говорит, пойди и найди жену, и я знаю, что Господний ангел, он поможет тебе в этом. Он будет идти впереди тебя, и он вот там тебе все устроит. Ну, я немного перефразирую, но оно вот... такой там смысл есть. Получается, что Елизар, он идет в тот город, и перед городами там есть... там были такие источники воды, где женщины набирали воду, когда уже немного свечерело, свечерело, потому что, когда была жара, но воду нельзя было набирать, было очень жарко, восток, понятно, что там очень жарко. И когда вот все свечерело, он подошел к одному из источников, и он увидел вот, что женщины, девушки, они выходят набирать воду. И он сказал, что... он помолился и сказал, что Господь, та девушка, которая предложит напиться мне воды, и которая напоит моих верблюдов, с ним было 10 верблюдов. 10 верблюдов это много, такой, как с ним был такой, как небольшой караван, да? Там... это просто картинка, она немного сузилась, но там много верблюдов, их видно. И получается, что с ним было много верблюдов, и все они хотели пить, все эти верблюды они хотели пить, это был долгий путь, они пришли, и он сказал, Господь, та женщина, которая предложит мне напиться и напоит моих верблюдов, я буду понимать, что это от тебя. И вот он подошел к этому колодцу, и увидел, как одна из девушек выходит туда, и давайте прочитаем этот момент, что написано. Это Бытие, 24 глава, 16 стих. Написано, что девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Сейчас я открою еще. Чуть-чуть дальше прочитаю. И взошла. И побежал раб навстречу ей и сказал… Ну вот, Элизар к ней побежал навстречу, он увидел эту девушку, она ему, как видом, она была хороша, да, и он побежал к ней и сказал, что дай мне напиться воды. Он побежал к ней, говорит, дай мне напиться… Он навстречу побежал к ней, остались там верблюды недалеко. И она сказала ему, пей, мой господин, и начала его поить. Когда напоила его, сказала так же, сама сказала, для верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут пить. То есть он просто попил, он не говорил ей, да, ну у меня там еще верблюды, может напоишь их, или она, ну она сама, да, вот сказала, так же для верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут пить. Просто на секунду подумать, с чего ей вообще в голову пришла эта мысль, да, то есть кому вообще хочется поить верблюдов чужого странника какого-то, ну для чего ей это, ну напоила мужчину, мужчина попросил попить, да, и она видит этих верблюдов и такая, я еще и верблюдов твоих напою сейчас. Это очень как бы странно для простого разговора, но если мы подумаем дальше чуть-чуть, и сейчас я хочу объяснить, почему это сложно было. Смотрите, один верблюд, он может выпить за раз 100 литров воды, это 10 или 12 ведер воды. Один верблюд может выпить 100 литров воды, это 10 ведер воды, ну читайте 10 кувшинов. И там я скидывал картинку, если можно поставить ее, пожалуйста, с бутылем воды. Нет, не получается? Один литр воды это, нет? Один литр воды это, ну тогда просто объясню, один литр воды это 998 грамм, а тысяча литров, смотрите, там было 10 верблюдов, и они должны были, она должна была напоить 10 верблюдов. 10 верблюдов должны были выпить примерно 1000-1200 литров воды. Написано, а? Да, написано, что девушка была красиво видом, то есть у нас стандарты, да, какие сейчас? Девушка красиво вид, все сразу, может какая-то картинка из инстаграма, да, девушка с собачкой, с ламинированными волосами, да, я думаю, такая девушка вряд ли бы смогла принести 1000 литров воды и напоить верблюдов. В те времена стандарты, как бы, в жизни, они были немного другие, и весьма хороша видом. Что это значит? Возможно, она была, тогда вот Эльезер, он был взрослый мужчина с Востока, там люди были, они есть там такие более жесткие, чем у нас. И он понимал, как опытный мужчина, какая жена должна быть. Это было как задание, невыполнимое с какой-то стороны даже, чтобы девушка напоила 10 верблюдов. Он сказал, Господь, если 10 верблюдов напоить, то это тогда вот она. С какой-то степени это было невыполнимое здание, потому что, прочитаем дальше, она сказала, что я напою твоих верблюдов и начала черпать воду. И написано в 21 стихе, 24 глава, человек тот, Эльезер, смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть, он был немного такой, как, он немного был, как говорят, плохое слово, но типа в шоке, да, такой стоял и думал, справится она или нет, то есть, вообще это реально или нет, чтобы девушка 10 тысяч литров переносила и напоила, как бы, написано, он стоял в изумлении и в молчании и ничего не говорил. Он не сказал ей, что, если ты напоишь 10 моих верблюдов, то тогда я отведу тебя в, там, будешь женой из Хака, Господь там меня прислал, как бы, он ничего не говорил, он просто молчал и смотрел, справится ли она с этим заданием. Это вот такая была самая интрига в этой истории. и мы понимаем, что вот в тот момент уже Бог начал показывать свое чудо в избрании жены и невесты для из Хака. Чудо происходило перед глазами у него, потому что она справлялась со своим заданием, с тем, которое он послал Богу, как запрос, да, Господь, вот такие условия, если да, то я знаю, что это она. Она справлялась со своим заданием и после того, как она напоила верблюдов, он начинает действовать дальше, да, вот, то есть подтверждение пришло, вот как, да, о том, что это та женщина, та девушка, запрос к Богу, получил ответ, подтверждение действует дальше. И после этого он говорит к ней в 22 стихе, вот такое действие дальше происходит. Когда верблюды перестали пить, 24 глава, 22 стих, бытие, когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 стиклей золота. После этого он поклонился Богу и прославил его. 26-28 стих, приклонился человек тот и поклонился Господу и сказал, благословен Господь Бог, господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью Своею и истинною Своею. То есть он прям там все это сделал и сразу начал прославлять Бога, потому что это было как нереальное такое действие и оно произошло перед его глазами и он был сильно впечатлен. Он начал прославлять Бога. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. То есть он и пришел прям туда, куда надо. Ангел шел перед ним и вел его. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. Девица тоже была впечатлена от этой истории, что такое чудо произошло. Она побежала и начала рассказывать всем, представьте, что произошло. И Элиезер рассказывает эту историю в этой главе три раза. Изначально он говорит Богу, потом он говорит девице, и потом он еще и в доме рассказывает. То есть мы рассказываем какие-то истории, которые наши свидетельства, если с Богом произошли, то мы их рассказываем всем по несколько раз. Представляю, что произошло. Бог ответил мне на молитву, и чудо-чудо произошло. И особенно тогда восточные люди, они такие все рассказывали, и так все это экспрессивно было. И из этого мы понимаем, что я хочу провести такой параллель, как это такой, в этом мы можем видеть небольшую подсказку, мастер-класс, как выбирать себе жену или мужа для жизни. Мы видим, что мало того, что это свидетельство, когда вы с Богом выбираете жену себе или мужа, то это будет свидетельством для вас и еще для окружающих людей, то, что происходило. То есть в этом будут чудеса происходить, в этом будут происходить чудеса, какие-то подтверждения и все это будет происходить легко. И поэтому ни у кого там не было сомнений, то есть Бог так явно действовал в этой всей ситуации, что ни у семьи Ривеки, Ривека звали эту девушку, или Ривка, которая вышла к колодцу, ни у Элезера, ни у самой Ривки не было вопросов, а может быть это не тот человек, или может быть это давайте еще подумаем немножко, соберем совет. То есть всем было ясно, что Господь говорит, вот это такая история, я подтверждаю все, и нужно двигаться дальше. И сегодня мы тоже можем иметь помощь от Бога в выборе жены или мужа будущего, потому что мы являемся частью Божьего народа, мы имеем общение с Богом, и через Ишуа, благодаря Ишуа. И в Ефесянам 2 глава с 11 по 19 стих мы прочитаем, почему мы являемся частью Божьего народа. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием. совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского. Павел обращается к язычникам, к людям, которые не евреи, и он говорит, что вы не принадлежали к еврейскому народу. Чуждый заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире. Возможно, это и про все даже про все остальные народы, не про израильские, а про все остальные народы. Теперь во Христе Иисусе, Ишуа, Мессия, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Мессии, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду между плотью своею, а закон заповедь и учением, дабы из двух создать в себе самого одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те и другие имеем доступ к Отцу. Через Ишуа, мы и через Иисуса, мы имеем доступ к Богу, и те, и другие, и язычники, и евреи, теперь, благодаря смерти Иисуса на кресте в одном духе. Итак, все остальные народы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым. То есть, мы считаем, те, кто принял Ишуа, те, кто верит в него, он уже как часть Божьего народа еврейского, и все мы теперь вместе. Поэтому, когда мы имеем общение с Богом, мы можем спрашивать его, подтверждение насчет своей будущей жены, насчет своего будущего мужа, и Господь будет отвечать, Он будет подтверждать, Он будет говорить разными вещами. Можно подытожить, что Авраам был с Богом, он знал, что Бог ему поможет, Ильезр попросил у Бога помощи, подтверждение, пришло подтверждение, после этого он обратился к Ривке и к его дому и сказал, что Господь показал мне, что вы наша новая жена для Исхака. Он не действовал не раньше, не посредине, а только после подтверждения Господа. Вот такой небольшой пример построения отношений. И это к тому, как действовать дальше, как действовать, если у вас есть вопрос о муже или о жене. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ